Корша сидит. Красавица! О, полетел. Ну попали в него. Он нужный. А он никуда не денется. Да его смоем туда в песок. Это боязнь посылать. О, у нас гости. Ты откуда взялся такой? А, алабайчик. Иди домой давай. Ты откуда взялся? Да ты откуда же взялся, товарищ? Да у вас алабая на деревне хватило. А так она садится, болтается по деревне. А вот алабаю еще надо пристроиться. Нет, я тут сниму. Тут у тебя комаров поменьше. Что такое? Алабай, беги, гуляй. Алабайчик, беги, гуляй. Беги, это у меня нельзя трогать. Это сеточка, гляди. Так. Тут видишь в чем дело? Красной краски не было. Синий маленько задержалась, потом покрасим. А взяли вот эту вот такая, ну розовая. И вот за зиму она все обшелушилась. Сейчас я у Алексея выпустил эту. Не той стороной даже. Скурку. Да. Ну с этой стороны может не надо. Вот эту вот. Я сейчас пройду, а ты тогда красить пойдешь. Где она? Вот она где. Мы сделали так. Красно-синя-белая. Тут пробел. Красно-синя-белая. Как сделать, чтобы она держалась? Я не знаю. Вот где-то мы не совсем корму убрали. Она шелушится. А зачем это? Ну зачем? Я думаю, зачем, что красота и то, что мы очень любим русский флаг. Это не то, что какой-то другой там временный. Там штаты разные или подсолнув желтый. Здесь конкретно красная. Родился в крови. Думай о небе. Белый престол. Откровение. Последняя глава. Ну и все. Вот поэтому. Сейчас наш шлюз перекрыли. Российским назовем его. Аналога нету в мировой практике. Нету нигде. А может быть, нет, не может быть. Его не составить. Чтобы одновременно было и земное, и небесное. И стремление всей жизни. Я все повторяю словами Цикевича. Кровью пропитана вся земля. Весь земной шар. От коры до центра. Вот здесь вот четко линию проведешь. Вон он. Берем пошел лазить. Если только он так лазит, он разоряет чаяк. Видите? Он не случайно полез. Сейчас. Ты смотри где. Он ищет гнезда и может сжирать. Ты смотри как. Он прямо лезет по этим. Вынюхивает. Э! Зачем ты это делаешь? Разве можно так природу осколевать? Иди домой, коров паси. Там ерема пасет, а ты убежал от него. От своего хозяина. Ну. Иди по-хорошему. А то чайки тебя заклеют. Алабай, иди к хозяину. Хозяину иди. А где красные совсем нету, смотри. Вообще высохло все. Хорошо промазать надо, давить туда кисти. Вот это да. Так я обратно пойду по этому же. А потом вон там и надо. Нет, мне надо здесь слезти. Так, подожди-ка. Алабай, иди домой. Иди домой, домой, иди. Иди домой, домой. Пасти иди, иди пасти. Пасти иди. А то я сейчас на веревочку привяжу тебя здесь. Это уже было. Я его поймал в деревне и привязал. Хозяину позвонил. Видишь, как гвозди были. Все вырвало. Тут еще не удержался. Я не знаю. Вот она была. Вот она как наклонила. Она туда наклонила. Это снегом. А? Снегом надавила. Снегом? Да. Она тут переметает все. Но я не верю, что снегом. Ровно придавливает. Сверху продавливает. Но не в сторону. Но она же давит потом весной-то. Мокрый снег-то. А что она будет давить-то? Весной она только вниз давит. Ну вот она. Нет, это камни. Там же, камни. Там же, камни. И когда машины там давят, то сейчас, видимо, подземная маленько так. Но у нас как бы не свая, она бы размыла. Ничего не было. А что снегом в сторону давит? Я... А как он будет давить-то? Я, наверное... Ну это... Николашев. Нет, так она наметается много. И потом давит она. Ну давит на низ. Вот у нас сколько давит, только вниз. Ни одну не согнуло вбок. Ты же сам знаешь. По размеру примерно вот так вот. Смотри, красная приблизительно. Вот. Да я вижу. Ярко-красная будет. А синяя, она маленько сохранилась. А потом по красной. Это всё Алёша мне дал. Вот так. Я это делаю только по любви к российскому флагу. Это проповедь. За 2000 лет такого знамени не было. И его нельзя составить. Если составить, сказали бы, чтобы... Ну, не сорок цветов, тут три. Три колорных. То, чтобы было и рождение, и жизнь, и вечность. Это нельзя по-другому составить. Кровь. Синее небо меня так манит. Там какая-то туча. Это как дым идёт с элеватора. Я не знаю, что это такое. Так. Ну, всё. Давай. Крась. Можешь снять. Комара почти ни одного нету. Это хорошее дело. Мы написали вот здесь вот. Если кто поедет, придави камушкам сверху. Что кто-то подъедет, может просчитать. Чтобы он не боялся ехать. Одно каменистое. Там что-то чёрное, жёлт. Можно маленько подтереть. Я батюшке наказал, он купил. Какая цена сверху вроде написано? 290? 280. Ну, вот так. А у вас есть что-нибудь такое? Гвоздик или что? Ковырнуть? Ковырнуть? Гвоздик. Да нет, наверное, ничего такого. Или что-нибудь такое острое что-то? Ну, чего острое-то? Ничего нету. Ну-ка попробуй. Первобытный человек-то тоже бы додумался что-то? Нет. Там у нас гвозди вон есть, но они вбитые. Подойти, прямо на него гвоздь наставить. Вон на крае торчит. Только не уронить её. Даже никогда бы не подумал. Я хотел дома. Думаю, вскрой её, а она будет брызгать дорогой. Я и не решился. А мысля была такая. Мысля-посля. Вот как всё течёт. И совсем немножко воды осталось тут. Она много текла тут. Перехватили мы там её на втором мостике. Да и здесь дождей-то больше нету. И прямо по камням машина проходит свободно. Здесь яма была. Ну, глубиной. Ну, пророва была. Вот отсюда всё считать. Ну, метров восемь. Восемь шириной. Ну, а там ел ещё был. Тут толкали машины за машиной. Машин пять. Наверное, столкнули вниз. Бульдозер. Кровь настоящая. Кровь настоящая. Это так и надо. Так, теперь надо тебе вытереть травой. Вот и газеты нельзя. Вот лопух такой. Тебе ещё, может быть, вот этой грязью помазать, а потом в воде. Попробуй, Володя. Вон там, подойди. Вот сюда, вот-вот. Вот сюда, во-во-во-во. Да глину надо. Руй руки туда, грязью. Опусти руки-то. Одновременно грязью и смывай, грязью и смывай. Всё. Вот так. Давай, повернись сюда, чтобы видно было. Пускай вышатся люди, как мыло добывать. Тебе рукава надо было закатать маленько? Да. У нас сегодня двадцать пятое число июня месяца. С сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, день пойдёт на убыль. Вот насколько достоверно я считал. Говорят, вот день, когда начинает прибавляться, там, 22 декабря, специальный звездочёт был такой. Приходил к царю, у русских обычно был, и говорил, там, ваше царское величество или как? Святейший это патриарх. Самый святой, то есть самый грешник. Ну и ему давали там рубль, кажется, и чарку вина. А вот сейчас он должен был сегодня идти и, наверное, прощался со своей старухой и говорил, идти надо говорить, день пошёл на убыль. Ну и ему сразу этому человеку. Что с него взять-то? Рубль не отнимешь и стратил. Вот. Вот. Положи эту. Крепко банку держи, не урони. Очень. Сними с тебя аппарат. Вот этот. Самая маленькая может тебя задерживать. Давай-ка. Вот так баночку держи. Животом облокачивайся. Я думаю, тебе надо, как удобно, стоили с этой стороны, чтобы тебе не облокачиваться на... А, тут далековато. Вот на первое облокачивайся, вот так, вот здесь. А это рисуй. Нет. По-моему, ты должен с этой стороны стоять. Всё, пойдём. С этой, с белой. Белую дави животом, а тут красить будешь красную. Нет, нет, нормально. Ну, смотри. Смотри, не отшатнись назад. Это Владимир Александрович Пащенко. Так, до низу, чтобы видно было. Там с той стороны не надо. Там чайки. А здесь именно как можно ниже, потому что едут в машине. Так ровненько края. Поэтому надо сначала внизу тебе красить, чтобы тебе не запачкать кисть. Ещё ниже, ещё ниже надо. Потому что там видать, что краски нету. Или ты потом пройдёшь, покрасишь. Надо проходить будет, прям вниз взять. Вот так, во-во. Вот так пошло. Ну, в общем, имею в виду, сначала надо внизу покрасить. Пойдёт? Пойдёт. Продвигайся аккуратно. Становись. Хорошо мы тут сделали. Внизу и вверху. Ребятишки тут переходят. Вот так. А я думал, ты будешь влево держать, а правой красить. Не наоборот, ты же не левша. А я и так, и так. Ну, делай как хочешь. В данный момент мне удобно влево идти. Ну, может быть и так. Я считал, одного долгожителя там нашли. Где-то в Финляндии или в Швеции. Ну и корреспонденты на день рождения пришли. Его вопрошают. Ну, где-то что-то как-то в жизни было. Как питался. Один говорит, я никогда не ел, не пил и горячего и холодного. Всегда только тёплое. А, вот, записали. А ещё что? Да ничего особенного так не было. Ну, наверное, старухой командовал. Да я вообще не командир. Что надо, я сделаю. Старуха просит. А нет, я как будто не замещаю. Вижу, что не надо это. То есть, как выразить. Никогда ни с кем не спорил. О! Записали. Никогда, никогда. Он говорит, никогда. Да не может быть. Он говорит, может быть и так. Сегодня мы разбирали с детьми сказки и притчи. Как это будет выглядеть. Пониже надо ещё, Володя, там, кажется. Да, есть всё. Сразу меняется картина. Вот. Вот эти вот столбы я вам покажу. Вот стоят. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это с одной стороны. А вот с другой только два осталось. И тут был мост. Под ним ласточки, гнёзда вели. Я это помню. Маленький был. Это старики делали. А сколько лет прошло? Ну, не знаю. Я примерно так думаю. Двести-то лет прошло. Двести. Двухсотлетие Потеряевки. Мы узнали в Краеведческом музее. Не опрокинься, пожалуйста. Ошибка невозможна. Недопустимо. Алабай где-то ушёл. Его не видно. Я вижу, а утки поднялись там далеко. Он, видимо, разоряет гнёзда. Я никогда не видел, чтобы собака так охотно лезла в воду и по кустам шарилась. Он прямо знает куда лезть. В пусты. И в камыши поднимается. Человека нет. А если так, то он погубил очень много. Надо же вот какая напасть. Вот сегодня мы это делаем. Плеть одну. День убывает. Он сарю доказывает. Нету. И тогда ему дают одну плеть. И на целый день, говорит, сажают его куда-то там в подземелье или в катушку. До конца подальше делай. Где-то. Даже маленький признак того, на какую ширину она была. Там у нас всё вымерено было. Так всё и делай. Вот теперь в глаза сильно бросается и видно, что тут действительно краска. Мы ничего этого не знали, когда дома были, учились. Я учился у природы. Я знал много-много гнезд. Про птиц всё считал. А больше у нас никто этим не интересовался. Я говорю, отец у нас, кто приедет, он показывает. Он каждому из сыновей жертвовал овечку. Вот это твоя. Сколько она ягнят принесёт, всё твоё. Десять детей. Вот это вот старшего Самуила скажет. А вот это Игнатия скажет. Она меня посмотрит, а я там где-то у голубей. Дурачок. Ничего ему не надо. Всё со своими голубями возится. Но он не мешает нам, ладно. А мать скажет, вот ты навешал скворечников-то. Ты посмотри, что делается. У меня пасека пустая будет. Где мёду-то взять-то? Скворцы, гляжу, едят. Правда ловят пчёлы, едят и глотают. Скворцы. Ну что делать-то? Мне и скворцов жалко-то. И мёду охота. Ну не знаю, что делать-то. Уже вывели они, мам. Ну как-то бы где-то. Ну я поэтому стараюсь где-то как-то спугнуть скворцов. или что-то тоже. Обредительство. От меня это не скрыто было. Надо баночку потом сохранить каким-то образом. Кому-то надо будет, может быть дать. Отлить или как. Или хранить в одном месте. Надо что-то покрасить. Что-то у нас надо там красить красное-то или нет? Посмотреть надо. А? Посмотреть надо. Посмотреть надо. Посмотреть надо и покрасить. Во-во-во-во-во. Ровненько. Ну отличная краска. Батюшка купил. Кто делал, благослови его господи. Показываю. Вот сейчас переезжает где-то. Говорит трубу заложить. А тут трубы клали. Там одна под низом так и осталась. Тут поток страшный идет. Ну труба-то какая. Она же не будет труба 2 метра диаметр. Да и как она будет. А тут она вот как горная река. Я говорю, вот так надо сделать. Чтобы вода протекала по камням и уходила. Весной больше-больше. Опала-опала опять дальше. Ничего не надо строить-то. И вот так получилось. В начале два года у нас не могли мы камни достать. Потом достали. И вот сейчас потихонечку машины проезжают. А что дальше-то надо? Ну каменистая. О, весь экран. Красная. Все время помни, если ты упадешь, краска на тебя. А ты будешь красный-красный. В прошлом году красной не достали. Была такая вон розовенькая ее видать. Вот она какая. Я не просто флаг объясняю. Я влюблен в него. Вот я вел занятия в университетах, в воинских частях, в школах, в отделах милиции. Везде этот флаг-то висит. Я говорю, а что означает? Ни один человек мне не объяснял. А вам кто объяснял? Никто не объяснял. Не то, что там у Парижской коммуны он был. Так он боком стоял-то. Не так. А здесь именно снизу кверху еще. Еще направление. Бывают полосы разного света. Но они стоят вертикально все. А чтобы горизонтально и по восходящей красное, синее, белое, вот как флаг. Этого нет нигде. Нету. И не было. И не может быть. Добавляю. Поэтому у меня есть фотографии, где я с ребятишками стою, им разъясняю флаг. Российский флаг это проповедь Евангелия. Не потому что я тут Россия для русских. Как Путин сказал, только придурки могут это говорить. Я считаю действительно правильно. Как это для русских? А куда же делать те, которые здесь живут? Казахи, цыгане, украинцы. Ну цыгане это вопрос другой. Им отдельно надо государство дать там где-то. Ну где-то на каком-то острове. Ну и пусть они там, как японцы, достигают великих достижений. Как воровать, как обманывать, как ворожить. Как не учиться нигде. То есть они категорически против всякого знания. Это я просто так говорю, попутно. И главное это покраска. Сейчас более важного дела нету, как нам покрасить. Все. Кто-то звонит, не звони, уронишь, пропал телефон. Обойдется, ничего не будет. Положи телефон, Володя. Не слушается вот это. Тут нельзя доставать телефон. Мы сейчас на первом мостике, сейчас мы тут докрасим. два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь красных полос будет. Вот здесь вот. А она сколько может продолжать? Я ее замерил в прошлом году. Одинаковое расстояние, что было. Дальше красный и пропуск. Пробело. Так, вот оно, бело-синий. Красный, бело-синий. И опять красный. Интересно, красный больше всех стерлось. Не надо сейчас, мы над водой. Позвоните через 20 минут примерно. Мы над водой, уронишь телефон, пропало все тогда. Спрячь подальше его, чтобы не легнулся. Жалеть будешь ужасно как. Вон Давыд наклонился, телефон нырнул и все. А у меня фотоаппарат. Ну и все. А ты что пошел-то? Что там срочно? Звонила Лена Барабаш, сказала, что скорчено звонила председатель, кто женщина, это Людмила. Да. Вот, и она сидит, ждет вас, чтобы поговорить по телефону. Ну сейчас никак, скажи. А потом у них свет отключат, она уже не сможет. Тогда что делать, бросить тебя? Ехать надо вам. Я тогда все оставляю, да? Да, все. А я тут докрашу сейчас. На.